Мои прекрасные зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале, приветствую вас в своей удивительной локации, прекрасный вид за окном и прекрасная швабра за мной. Швабра, наверное, тоже может стать героиней видео. Как я уступила своему мужу, я знала, что мы купим совершенно бесполезную вещь. Этой шваброй мы не пользуемся, ей года 4, она именно в этом углу стоит, только сюда помещается. Но это тема для отдельного видео. Сегодня я хочу поговорить с вами об очень интересной вещи. Это видео будет очень сложное. Опять же, кто-то может подумать, что же у меня в руках такое интересное. На основном канале я записывала видео про прически. И тема очень сложная. Возможно, будет из разряда того видео, когда я рассказывала, что такое вещи для меня. Это просто вещи. И, признаюсь, видео получилось сумбурным. Есть определенные моменты, которые ты чувствуешь, как говорят здесь в Италии, кожей, но очень сложно их выразить словами. И большое спасибо всем за комментарии. Очень часто я нахожу то, чего мне не хватает именно в ваших комментариях. Когда примерно полгода тому назад, возможно, даже чуть больше, я записала видео о дауншифтинге. Это была целая серия видео, где я сказала, вы знаете, наверное, все-таки я не минималист. Потому что я пришла к совершенно четкому осознанию и пониманию. И до сих пор я не поменяла эту мысль. А мысль очень простая. Чем больше мы работаем, тем больше мы зарабатываем, тем больше мы тратим. И вот меня лично минимализм привел совершенно точно к ощущению дауншифтинга. Я поняла ценность вещей для меня. И, соответственно, я задала себе вопрос. Яна, сколько ради этих вещей ты готова работать, чтобы получить эту сумку, это платье, эту квартиру побольше, возможно, новую машину? И, соответственно, я задала себе также вопрос. Яна, сколько ты готова быть одна, чтобы твой муж возвращался поздно, уезжал на работу очень рано, дети видели его очень редко? Вот сколько ты готова не видеть своего мужа, чтобы он не принимал участие в воспитании общих детей, чтобы он не проводил время вместе? Но зато он зарабатывал бы, зарабатывал бы, зарабатывал бы. Вот ко мне совершенно четкое осознание пришло. Благодаря минимализму, конечно же, потому что я поняла четкое соотношение. Мы за вещи не платим нашими деньгами, мы платим нашим свободным временем, которое мы тратим, вкладываем на то, чтобы эти деньги заработать. И вот тогда, в принципе, контент о минимализме, несмотря на то, что ушел на отдельный вот этот конкретный канал, стал развиваться, что называется, для меня ни шатка, ни валка. Если честно, я человек, действительно, у которого стаж минимализма достаточно большой. Мне стало неинтересно записывать видео, 10 вещей, которые я не покупаю, 10 вещей, которые я буду продолжать покупать. Для меня это все слишком примитивно, для меня это уже пройденный этап. Мне неинтересно записывать видео о расхламлении, потому что, во-первых, расхламлять мне нечего, и уже много я об этом говорила. Я на самом деле вышла на понимание потребления минимализма, дауншифтинга, все вместе. Вот такой микс, когда ты что-то чувствуешь, ощущаешь. Очень, наверное, часто такое ощущение у тебя складывается, когда ты только встаешь на путь минимализма. Вот ты понимаешь, что тебе дышать стало легче, тебе жить стало легче. И ты задаешь себе вопрос, неужели только потому, что ты освободился от хлама в своем доме, а очень часто ты, кстати, на начальном этапе не признаешь те вещи, которые ты отдал, подарил, выбросил, либо продал, как хлам. Неужели вот это привело тебя к тому, что ты чувствуешь за своей спиной действительно расправившиеся крылья. И все стало для меня, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, несколько сложнее. Пока вот буквально на днях, кто следит за мной на Фейсбуке, я вообще не очень активна в Инстаграме. Начала листи Инстаграм, потому что мне не хватало памяти снова на моем телефоне. Я брала телефон у мужа, и именно у мужа есть Инстаграм на моем телефоне, на который я записываю, из которого я веду Ютуб, где очень часто просматриваю комментарии. Нет, не установлен Инстаграм, вот такая интересная вещь. Так вот, ушла моя мысль про Инстаграм, про Фейсбук. Я на Фейсбуке не активна, но иногда захожу, мне интересно посмотреть. Вот недавно опять же был съезд, слет выпускников в июне. Не совсем я поняла, как ребята собрались, поскольку был карантин в Москве, насколько я поняла. Но не суть важна. Мне выходит очень интересная статья. Их много, с одного портала на Фейсбуке. И вот одна статья привлекла мое внимание, а в этой статье она достаточно большая. Я даже ее не прочитала всю, у меня нет времени на это. Мне очень понравился один абзац. Не поверите, абзац вот такой, где была очень интересная фраза. Очень трудно жить в мире потребления. Я часто тоже говорю о стереотипах потребления. Кстати, скоро тоже выйдет интересное видео. У меня просто не было возможности записывать подобный контент. Я все время была в разъездах. У нас недавно состоялся с мужем очень интересный разговор по поводу стереотипов потребления. Он мне сказал, Яна, вот кто эти стереотипы навязывает? Кто их вкладывает нам в голову? И у нас состоялся очень интересный разговор. Мне было приятно, что мой муж меня слушает. Я, например, цитировала знаменитую фразу очень известного концерна косметологического, косметического. Ведь я этого достойна. Кто вкладывает подобные мысли нам в голову, как давно это все начало происходить? Так вот, там было написано, что очень тяжело жить в мире потребления. Для того, чтобы достичь какой-то внутренней гармонии, нужно отказаться от потребления. И была вот такая фраза, единственный путь чувствовать себя счастливыми в тотальном потреблении, в мире точнее, тотального потребления, где общество настроено на потребление, где все на самом деле. Вот все ценности сейчас, если разложить рекламу, что мы видим с телевизора, что мы слышим по радио. Если мы посмотрим даже на эти книги, на обложки книг, я вот недавно была в книжном магазине, то действительно я лично, как человек, который этим увлечен, идеей минимализма и минимального потребления, вижу везде вот эту пропаганду потребления. Так вот, было написано, что для того, чтобы быть счастливыми в обществе потребления, в мире потребления, необходимо, внимание, производить больше, чем ты потребляешь. И тут для меня, как я люблю говорить, пазл сложился, все стало на свои места. Когда у меня появился свой собственный канал, не сразу это произошло, но тем не менее, в определенный момент, этот момент длится уже год примерно, как минимум, телефонный звонок. Так вот, я стала работать очень интенсивно, относиться к блогингу, к работе, когда я смогла достичь определенного порога дохода, я поняла, что да, на ютубе можно зарабатывать. В этот момент я стала производить больше. Что я стала производить, вы спросите меня? Я стала производить контент, я стала производить видео, но в определенный момент я, как бы громко это не звучало, стала производить для очень многих эмоции, положительные эмоции, тех людей, которые мои видео смотрят. И для меня, кстати, я в определенный момент задумалась, Яна, почему твои видео привлекают аудиторию, потому что рано или поздно любой блогер должен об этом подумать, чтобы знать, что снимать, чтобы знать, как снимать. Мне кажется, единственное, что действительно привлекает мою аудиторию на основном канале, это тот простой факт, что я показываю улыбающихся людей, счастливых людей. И, в общем-то, это те положительные эмоции, которые транслируют мой канал, несмотря на то, что он, в общем-то, о моде, о красоте, о красивой одежде. Прежде всего, это о счастье канал, о радости, о каждодневной радости, о радости выглядеть хорошо, о радости общаться со своими детьми с улыбкой и так далее, и так далее. Вот мне кажется, это то, что дает мой канал и те эмоции, которые я, не побоюсь сказать, в том числе и произвожу для своих зрителей. И я стала работать очень интенсивно. К чему я все это говорю? К тому, что вы не поверите, мои дорогие зрители, несмотря на то, что очень многие мне пишут, Яна, ты до сих пор так много покупаешь, ты до сих пор постоянно в примерочных. Конечно, я постоянно в примерочных, потому что у меня такой контент, моя работа такая. Когда ты визажист, ты кого-то красишь и себя красишь. Когда ты парикмахер, ты себя должен содержать, твои волосы должны быть примером твоей работы. Для меня это работа. Я действительно выезжаю на съемку, обязательно захожу в какой-то магазин, снимаю себя, как мне кажется, предлагая определенные идеи компоновок для своих зрителей. Но вы не представляете, как я стала воспринимать то мое слабое звено. Это красивая одежда. Я много раз говорю, что мое экстремальное потребление всегда было в том, что касается красивой одежды. Я стала воспринимать это очень спокойно. Я стала воспринимать это как некий текущий поток. И как раз таки, когда я прочитала эту статью, скорее всего, это начало происходить, потому что я действительно произвожу больше, чем могу потребить. У меня нет времени поехать за сумкой. У меня нет времени пошопиться онлайн, потому что между своей работой замонтировать новое видео, сделать озвучку, либо просто поехать и поснимать, я всегда выберу это. Я не буду выбирать потребление. Но мне повезло, со мной такое случилось. Конечно же, это может произойти не со всеми, потому что даже хобби. У меня есть хобби, я очень люблю рисовать. Я понимаю, но не можешь рисовать 2-3 месяца подряд. Не можешь рисовать всю жизнь, если тем более твои картины никто не покупает, они никому не нравятся, никому не нужны. Ты не можешь постоянно производить вот это, вот это и, соответственно, отвлечься от потребления. И могу вам сказать, дорогие зрители, что все то время, которое я бодро и достаточно шагала по пути минимализма, возможно, робкими шагами до начала записи канала основного, это произошло примерно 2 года назад, хлопают двери от сквозняков. Пришлось закрыть. Я жила за счет, действительно, самодисциплины. И здесь могу совершенно точно сказать, дорогие зрители, дорогие потребители, возможно, потребители в прошлом, что самодисциплина – это очень и очень хороший аналог тому, что ты что-то можешь производить. Ведь не всем дано что-то производить, очень многие. Я всегда говорю, что минимализм для меня лично, он вообще с женским лицом. Мы потребляем женщину очень много, мы покупаем очень много. В определенный момент мы оказываемся в декрете и, в общем-то, очень многие из нас оставляют работу. Действительно, найти себе применение в том, что ты что-то производишь, хотя само по себе материнство – это постоянный, каждодневный труд в воспитании, в создании личности другой. Могу сказать, что, тем не менее, вот именно вот это производство, оно может быть просто невозможно. Создание чего бы то ни было может быть просто невозможно. Я вам могу сказать, что самодисциплина – это очень и очень действенный метод. Он работает в определенный момент, так же, как и самодисциплина в жизни. Ты приучаешься вставать рано, ты приучаешься вставать, когда твоя постель подышала, заправить ее через час. Ты приучаешься не пить кофе для того, чтобы проснулся. Ты приучаешься есть очень мало, если ты хочешь хорошо, ну не хорошо, определенным образом выглядеть. Ты приучаешься к очень многим вещам, и в основе всего этого твоя личная самодисциплина. Потому что, по большому счету, всем нам хочется валяться в кровати до обеда. Никому не хочется выходить на пробежку хотя бы раз в неделю. Никому не хочется голодать постоянно, либо, опять же, содержать себя в неких пищевых рамках. То есть ты… То есть, будучи честными сами собой, мы прекрасно понимаем, что и что на одной чаше весов и на другой чаше весов. Так вот, могу сказать, что в том, что касается минимализма, ограничения потребления и больше свободы от вещей, самодисциплина – это то, что действительно работает. Я всем желаю найти такое дело по душе, либо так любить свою работу, когда тебе действительно не хочется, да и просто некогда заниматься покупками. Ну и в то же время, когда ты все-таки что-то покупаешь, что-то впускаешь в свою жизнь, это действительно приносит тебе радость. Но если это здесь и сейчас сделать невозможно, могу вам сказать, самодисциплина вам в помощь. Это действительно очень и очень эффективно в том, что касается свободы от вещей и концентрации своего внимания, своих жизненных интересов в какой-нибудь другой области. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...